Это не пансионат и не гостиница. Это обычный дом в самом центре Николаева. Привезти двор и здание в идеальное состояние жильцам удалось благодаря созданию ОСМД. По словам Галины Черкасовой, к этому пришли не сразу. В 2005 году объединились в ОСН. Благодаря участию в различных конкурсных программах по благоустройству, во дворе удалось установить нововодицкую площадку. Однако оставалось еще много работы. Обращения в ЖЭК ни к чему не приводили. Тогда жильцы дома объединились в ОСМД. Нам надо вот это сделать, нам надо крышу починить, нам надо фасад сделать, нам надо окна, нам надо это. ЖЭК нам денег никаких не даст. В бюджете денег нет. Ходите просить у кого-то, вы знаете, за сколько лет, вот такая папка этих прошений, никто ничего нам не давал. Вот пока мы сами не взялись, значит мы, никто нам ничего не делал. Всего за несколько лет существования ОСМД Калина удалось благоустроить двор и отремонтировать дом. Установили забор и ворота, железные лестницы, поменяли электропроводку, построили новый санузел и вывели питьевую воду во двор. Построили беседку, проложили новый тротуар. Я участвовал в конкурсе, прооновская программа была, мы сделали кровлю. Вторая была прооновская программа, мы сделали полностью, сделали ремонт фасады, поменяли на металлопластиковые окна. По словам Галины Черкасовой, если бы не создание ОСМД, ничего этого бы не было. Жильцы дома поняли, что благодаря объединению они могут сами решать свои проблемы и ни от кого не зависеть. Кроме того, могут самостоятельно устанавливать тарифы на оплату квартиры и знают, что эти средства пойдут на благоустройство. Конечно, все жильцы, они вообще даже не представляют, как бы мы были раньше. Двор был вообще кошмарный, просто. Вот кто жильцы здесь давно живут, проходной двор, тут собиралось количество людей таких, которые, они тут вообще творение нам такое, тут убивали и резали, что вы хотите. Тут такие были происшествия. Теперь в этом дворе, в самом центре города уютно и безопасно. И все это благодаря усилиям самих же жильцов. Марина Михайловская, Наталья Поломарчук, Руслан Чернялис, МСН Дайджест.